...некладную тему, то есть я не о Сонне, а о Распонне. Ответ на вопрос, заключённый в заглаве доклада, зависит от ответов на другие вопросы, при чём заключается настоящая сила? Может ли сильная быть слаба? Слабая сила? Если да, то при каких условиях это совершается? Каковы источники силы и слабости? Наше предположение состоит в том, что настоящая сила человека заключается не на внешнем превосходстве над другими людьми, которая всегда переменчива и зависит от внутреннего состояния, а в близости человека к Богу. Благодаря ей человек способен обрести особую уверенность и надежду даже в самых стеснённых и жестоких обстоятельствах. Проверим предположение обращением к тексту. На первый взгляд Расконников сильнее Сон. Он не только образованнее, но не только крепче физически, но и решительнее в своих действиях. Студенты уверенно защищают Соню и Думу, хотя сами они, до вмешательства Расконникова, уже смирились со своей судьбой. Однако эти качества главного героя – лишь внешняя, обманчивая сила. Настоящую нравственность духовной силы проявляет именно хрупкая, болезненная Сон. Посмотрим, как это происходит. В финале третьей главы и пятой части Соня крайнюю нижнюю лути. У неё состояние близко к обморобу или истерике. Именно этот момент выбран Расконником для своей цели – искушения властью и тёром. Однако слова героини «И кто меня здесь судьёй поставил?» и «От Бога в этой шине» разбивают обе претензии Расконникова. Вы на право решаете, кому жить и кому умирать, и на право делить людей на тварей, дрожащих и правой нищих. Расконников, совершив убийство, долго освобождается от тяжести своего преступления и не готов искупить страданиям свою вину. Хотя Расконников, разговаривая с Соней, говорит чаще и больше, и на краткие ответы, даже жесты героини убеждают его лучше собственных теорий и доводов. При этом Расконников мучает Соню, сдавая тяжёлый вопрос, но она терпит, проявляя любовь и огромную силу. Говоря об источниках силы, стоит отметить, что сила Расконникова предназначена исключительно для реализации его собственных желаний, а потому герой может полагаться исключительно на себя. Это заметно в его теории, которая ставит право имеющих, выше остальных, наделяя таким образом силой стильных. Именно поэтому Расконников не сразу обращается к Богу после убийства, а старается убедить душевную молеть самостоятельно. Сила же Сонни незаметна на первый взгляд, потому что девушка не полагается ни на что земной. Она лишь верит, что Бог поможет ей, и потому она в свою усилие направляет исключительно на помощь ближним. Совершенно не ожидая ничего за ней, ни от Расконников, ни от мальчика. В этом её отречает главный герой, который тоже помогал родственникам, но любившим. Он о разном роде любви к ближним говорит Иисус. «Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мутили?» И именно из-за отказа Расконников от христианских ценностей возникает болезнь в том виде, в котором она вам представлена в произведении, неприходящее и мучительное, которое и обнажает реальную слабость главного героя. Он, рассматривая силу как инструмент для достижения личных целей, нежнобежно отказывается от любой стороной помощи, как человеческой, что мы видим во время его разговора со Санкт-Петербургом, так и божественной. Но его болезнь стала настоящим вызовом для взгляда, ведь её причиной стало состояние его души, опороченной грехом. И для исцеления недостаточно было усилий врачей. Было необходимо раскаяния, невозможное без помощи Бога. Потому что невозможное человеку — возможно Бог. Стоит также внимательно рассмотреть и силу Сони, которую мы назвали истиной. Ведь, хотя героиня в основном полагается на лугу, она обладает ее собственной силой, которая особенно заметна в её разговоре с Раскольником, когда она, ещё недавно боявшаяся и слова Скайплужин, неожиданно переубеждает Раскольника и разрушает его теорию. Самым лучшим примером этого необычного явления является фрагмент из их диалога. «Неужели вы только за тем, чтобы мучить пришли?» Она не выдержала и вдруг Горька заплакала. Мрачной тоске смотрела на неё. «Пошло минут пять. Ведь ты права, Соня». Таким образом, сила Соня заключена в её кротости и смирении. Чтобы лучше это понять, целесообразно обратиться к тексту Нового Завета. Например, в экземпиале Евангелия Стеевского были отчёркнуты строки из рамки для блаженства, одна из которых — блаженны кротки, ибо они наследны темы. А если читать «Нагорный проповедь полностью», можно увидеть, что высшее среднее удовольствие счастья олечено слабым, нищим духом, плачущим, гонимым. Таким также писателем были отчёркнуты слова апостола Павла из послания Кореи. «Ибо сила моя в немощи совершена. Поэтому я гораздо охотнее буду хвалиться своим немощем, дабы обитала во мне сила Христова. Посему я наблюдаю удовольствие в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа. Ибо когда я немощь, то я насила». Так и не стоит забывать, что душа Раскольникова всегда терплюсь остатки детской веры. Он говорит Руфиру Петровичу, что верует в воскресенье Лазаря и в Новый Иерусалим. Благодаря этому он, возможно, и нашёл в себе силы встать на путь исправления и покаяния. Но детская вера Раскольникова — это вера, престаторжествующего. Здесь пропущено существенное звено Христос страдающих, Бог и его слабости. Мысль о том, что к воскресенью надо пройти через свою голову. Стали камни предконечениями для Раскольникова. Об этом герой говорит Соня и Парфюрия Петеронича. Таким образом, тело «Силы и слабости» занимает большое место в контексте романа. У Достоевского воплощено сложное представление о силе и слабости их источниках. Эта тема является частью диалогов о современном человеке, вере и царстве Божьем в романе Достоевского. Авторская позиция может быть преснена с помощью новозаветных текстов. Тема «Силы и слабости» также находит продолжение в литературе XX века. Если все, кто не помню душевную, Анна Ахматова и земные страсти увлечённые, была так в джаву. Ну а это с поставлением в год за рамки нашего доклада. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ Первый вопрос, здравствуйте. Первый вопрос, собственно, по методологии. Вы говорите, вот, значит, блаженно кротки отчёркнуто у Достоевского в Евангелии. У Достоевского в Евангелии отчёркнуто, ну, легче сказать, что не отчёркнуто. Вопрос в том, что, каким образом это отчёркнуто отчёркнутое в Евангелии Достоевского получает поддержку именно здесь, именно в этом месте преступления и наказания. Есть ли у вас какие-то свидетельства того, что именно это отчёркнутое место здесь каким-то образом сработало? Это вопрос. Можно, Дальше? Ну, значит, мы как раз переводим место, когда Соня, она своей коротностью, своим смирением, показывает Раскольникову такой путь, который он до этого не видит. Он считает, что он очень гордый, он считает свою гордость ставить лучше всего, и она своей крутостью показывает, что настоящее освобождение, настоящее счастье вот заключает... Окей, вот это место в тексте, где она своей крутостью что-то показывает. Вы можете... Ну, вот, например, то, что мы дали, когда они не седуют, и она ему... Ну, то есть, вот, которые ему привели к статуе, неужели вы только с тем, чтобы мучить пришли? Она не выделает, вдруг... Ничего себе, крутость. Вот послушайте, какая же тут крутость. Она ему говорит, что пришли-то вообще? Мучить пришли? Что? Она на него нападает в этот момент. Да, но она плачет, она как бы... Она просто... Ну, она расстроена, она как бы испугана, за тем, что... Поскольку я пришел ее мучить, и плачет, и больше она ничего не отвечает ему. Вообще-то... И... Да. Мы в этом месте, в этом месте. Ну... Еще раз, фраза, вы что, зачем... Затем, чтобы только, чтобы мучить пришли, она кротость как-то не показывает. А где кротость именно? Ну, в том, что она заплакала. Ну, конечно. Вообще-то, плачь, ну, если уж, так сказать, прибегать к современной психологии, плачь – это вообще форма агрессии. Или активный, или пассивный, да? Ну, как бы... Ну, сами-то вспомните, когда вы плачете, если уж вы прибегаете к таким формам, когда нужно что-то с человеком сделать. Ну, если вы кому-то плачете, да? Там, я не... Как это, дети, да? Я не тебе плачу, я тете Валя. Не мешай. Вообще-то, еще раз, это совершенно не свидетельство кротости – плачь. Ну, то есть, еще, еще... Я думаю, по крайней мере, можно сказать, что все-таки плачь, да, он может быть использован в разных, с разных целях. Ну, то есть, и мы можем... То есть, то, что Соня кроткая, это можно видеть, ну, часто в романе. То есть, ну, например, что она не перечит своей матери, даже когда очевидно, что Таня права. То есть, и она... То есть, это как бы нам покажет, что она кроткая, и... Так, погодите секундочку. Погодите секундочку. А? Погодите секундочку. Соня не перечит своей мачехе. Мы сейчас вернемся к тому моменту, где она и действительно не перечит. Но, если вы помните, она называет своим самым страшным грехом то, что она своей мачехе отказала в воротничках. Мачеха... Катерина Ивановна ее просит. Соня, подари мне. Она принесла, ей так уж понравились. А у Катерины Ивановны давно ничего не было красивого. И она просто подари мне, Соня, А Соня говорит, зачем вам, Катерина Ивановна? Вы же вообще никуда не выходите. Типа и не нужно вам быть красивой и вообще вам вот ни к чему. Ну, то есть, как это с кротостью-то бьется? Ну, то есть, вот вас просят что-нибудь подарить, и да, мне. Ну, кроткий человек как должен поступить? Ну, безусловно, кроткий человек должен... Подарить, да? Ну, подарить, да. Ну, я хочу сказать, что все-таки ну, Соня, она идет как бы по пути веры, она... Ну, ей тяжело. То есть, она часто проявляет эту кротость, но мы... Нет, ну, где хоть один разочек, где она ее проявляет? Вот прям, конкретно. Ну, допустим, даже если про этот пример говорили, что она она раскаивается в том, что она, по сути, то есть, ну, она отказывает матери в том, что... То есть, она же после этого ей... Она признает, что она поступила неправильно. Ну, да. Она очень сильно себя за это корит и считает, что она неправильно поступила. Ну, кроткий ты человек. Он все-таки уже как бы кроткий, а не то, что он сначала отберет, потом раскаивается. Ну, например, она отцу своему деньги дает, хотя... Хотя понимает, что он... Ну, куда он их потратит, что он... У него похмелье, как бы... Потому что они ни на что добрые не пойдут, она дает ему последние свои деньги. А, то есть, вот, отдача денег, хотя они не пойдут ни на что добрые, это свидетельство кротости, правильно я понимаю? Ну, мне кажется, да. То есть, это то же самое, что есть с воротничками. Нет, это как раз противоположное воротничкам. Ну, то есть, воротнички и дала, и дала. То есть, воротнички же тоже, по сути, не нужны Катерине Ивановне. на самом деле. То есть, Соня все правильно сделала? Нет, я имею ввиду, ну, то есть, потому, из-за того, что ее Катерина Ивановна попросила, она, ну, она должна ей было отдать, потому что Катерина Ивановна, ее, ну, то есть, по-хорошему, то есть, она, ей, правда, были нужны ее, но не на практических, не на практических целей, а просто потому, что она хотела, у нее было такое желание, но ничем не обоснованно, но... Ну, как ничем не обоснованно, женщина хочет быть красивой, а у нее, кроме этих воротничков, ничего нету, а красота все-таки это важно, это как бы вот образ Божий в человеке проявляется, да, так, в красоте, поэтому Соня и переживает, и переживает, а знаете, мне что странно, что вы не говорите о реальном примере кротости, ведь он есть, смотрите, когда ей Катерина Ивановна говорит, что бери, человек в сокровище, кстати, насчет сокровища Саведригайлова и сокровища вот здесь, там, по-моему, чуть ли не всего два раза это слово употребляется, и это очень интересно, так вот, и Соня идет, встает и идет, и закладывает в себя по слову Катерина Ивановна, отдает свое тело на поругание, Да, то есть, она же, когда, как раз, кротость и то, и другое, она делает что-то, что вообще неправильно, с точки зрения, ну, с точки зрения какой-то логики, может быть, я правильно понимаю, что вы не приводили этого примера, потому что вообще-то нехорошо так идти и становиться проституткой, Нет, я просто решила другой пример привести язык диалога с Раскольником, потому что делаем на них сам, ну, то есть, это тоже не верно. Понятно. Спасибо. А скажите, есть ли место где-то, где Раскольников проявляет ту же крутость, которую Соня проявляет вот в этой, на самом деле, ключевой сцене, когда ее отправляют на то, чтобы стать проституткой, она туда идет. А вот это к проблеме раскаяния, и вот это очень интересно. А вы помните, где такая сцена? А в эпилоге, а где? Он преклоняется перед собой. Не-е-е-е. Это там все, как бы, это все уже следствие. Не помните, да? И вот, как бы, и здесь не помнят. А это ведь очень важный момент, потому что после него, как раз он переломный, после него все происходит. Помните, когда его там все ненавидели и говорили, что он безбожников бога не верует. Один из каторжных бросился на него. Раскольников стоял, даже бровь не пошевельнулась. Да, хорошо, что между ними успел встать конвойный, иначе пролилась бы кровь. Вот он стоит, стоит, он как бы, вообще, он совершенно не раскаялся, он ни перед кем, ни, никакого прощения не просил, кроме, как вот на площади, да, его там осмеяли, да, в город, но, кстати, как осмеяли-то, да, в город Иерусалим идет, с Петербургом прощается, и грунт его лобызает. Вот, но про Иерусалим-то сказали, да, что вот этот момент, когда он землю кланяется в Соне, потому что посоветовал, он решил попробовать новые ощущения, и в этот момент он говорит, да, да, насмешку, но одновременно же и всерьез, да, в Иерусалим идет, вот, а там он стоит и он готов к тому же, на что была готова Соня, вот, в этот момент, когда, фактически же, это убийство, да, то, что ее, чего беречь, это эко-сокровище, да, и вот эта вот девочка невинная, 15-летняя, она идет к незнакомому вообще человеку, который, ну, да, по сути, он ее убивает в этот момент, вот, и Раскольников вдруг оказывается почему-то, потому что вот он что-то такое пережил, да, вот в течение этого, готов к тому же, а ведь это самое, вот, насчет силы-то, потому что силы-то бывают разные, сила, когда, да, там, мы кого-то побили, потому что мы сильнее, сила, вот, кротости, как вы рассказывали, да, самопожертвование, а это еще более страшная сила, чем самопожертвование, потому что это не когда человек себя отдает добровольно кому-то, а когда он, да, как бы еще иллюзия контроля сохраняется в этот момент, ну, типа, вот я пойду там и на их копья, там, или, вот, грудью, а это, когда человек позволяет другим людям самим решить, что они будут и когда с ним делать, то есть, вот этот вот какой-то кошмар, какая-то кошмарная сила в отказе вообще от контроля, и это именно то, что делает Христос, тогда вот в Гефсиманском саду ему там все предлагают, типа, и вот меч у меня там, Петр, да, да, уши отсекать всяким, и все, сейчас, как бы, я сражусь, да, а он говорит, убери свой меч, и идет, и им, он не, не бросается там, да, опять-таки, на мечи, да, тех, кто пришел арестовывать, он там не закрывает грудью, а он отдается им в руки, позволяя им делать с собой то, что они решат с ним сделать, и вот страшнее вот этой силы вообще ничего нет, и это то, что достигает, что достигает, чего достигает Соня в начале, а Раскольников в конце, вот, спасибо вам большое за доклад, и за тему, главная тема, роскошная. Спасибо. Еще есть? А, да, еще есть, да, да, в смысле, еще вопрос, у вас, да, да, но у вас одна минута, уже у нас. Уже нет? Уже одна минута. А, спасибо большое за доклад, я вот только обратил внимание, вот, когда вы говорили, ну, цитировали второе послание Коринфянам, что сила Господня в немощи совершается, вы как-то сразу уклонились в кротость и смирение, но кротость и смирение человек, в общем-то, может, способен воспитать в любом состоянии, где бы он не находился, ну, во всяком случае, теоретически, а ведь нам можно на это посмотреть еще и как немощь, ну, которая вот, как в случае Сони, что человек на самом социальном дне, и она действительно самый незащищенный человек, как вот в сцене с Лужином, когда он ее обвиняет, и если мы внимательно будем читать Евангелие, Господь говорит, что кто посетил там находящегося в темнице или самого голодного, тот меня накормил, то есть это еще такая немощь социального дна, не просто кротости смирения, но с которой уже человек, в общем-то, не имеет вот той силы, о которой говорит Раскольников, что сила берется силой, и этого они не понимают. То есть эта немощь еще не просто кротости смирения. Понятно, что может быть и бедняк, и в темнице как бы мечтать о той силе Раскольникова, но это вот еще такая немощь, как бы когда человек достигает такого падения, он лишен всякой силы, и вот тогда Господь открывается некое место для Господа, когда он может как бы показать силу свыше. Но его, собственно, в Библии немало примеров этому. Спасибо. Я хочу еще в связи с этим напомнить, ну просто как бы об иронии Достоевского, как он роскошно устроит текст. В тот момент, когда Раскольников произносит вот эти вот слова, силу силой добывают, вот это вот они и не знают, что силу силой добывают, сказав он, и пошел, ерек представляет. Спасибо вам большое. И у нас сегодня еще один доклад Марии Сергеевны Смирнова «Мотив света и тьмы» в рассказе Достоевского солнечного человека и его анимационная интерпретация. в рамках изучения романа «Преступление и наказание» на одном из уроков литературы мы обратились к рассказу «Сон смешного человека» и его мультикомпликационной адаптации Александра Петрова. Мне показалось, что мотивы света и тьмы в обоих произведениях, в рассказе и в мультфильме, охватывают чуть ли не все смысловые аспекты. Именно поэтому доклад я решила обсудить именно этому мотиву. Для начала обратим внимание на специфику света и тьмы именно в рассказе Достоевского. Дело в том, что тьма здесь в основном представлена как что-то абстрактное. Цитата. «Это был мрачный, самый мрачный вечер, который только может быть. И стало кругом меня ужасно черно. Тьма не предстает перед нами в виде, например, мрачного переулка или черных фигур, но она обволакивает героя со всех сторон. Свет же — это скорее конкретные образы. Например, свечка, фонарь и так далее. Свечка сгорает в ночь вся. Я помню, что вдруг увидал в темноте одну звездочку». Кроме того, мотивы света и тьмы очень тесно связаны с композицией произведения. Описание уклада жизни во сне до грехопадений исполнено световых образов. Дети солнца, дети своего солнца, о, как они были прекрасны. Глаза этих счастливых людей сверкали ясным блеском. Было, может быть, в тысячу раз лучше, светлее или радостнее, чем я рассказываю. А образы тьмы появляются при описании реальной жизни и только в первой части рассказа. «Небо было ужасно темное. Это был мрачный, сам мрачный вечер». Герой начинает понимать окружающий его мир и переосмысливает свое самоубийство после своего сна, который появляется в третьей части рассказа. Именно поэтому световые образы начинают появляться с того момента, как герой снится сон. Хоть образов света в пространстве оказывается визуально меньше, в рассказе они обрисованы гораздо четче, конкретнее. Мы скорее сфокусируем свое внимание на них, а не на абстрактной тьме. Как мне кажется, это может быть и метафора к тому, как человек, в принципе, ощущает окружающий его материальный, оптимистичный человек, в принципе, ощущает окружающий его материальный и нематериальный мир. Мы в любом случае будем стремиться к свету, к добру, какая бы темнота нас не окружала. Отдельно следует отметить один из ключевых моментов рассказа «Мысль героя о самоубийстве и сон о нем». На предметном уровне этот эпизод связан со свечой. Свечка сгорает в ночь вся. Я сел у стола тихо, вынул револьвер и положил перед собой. В рассказе свеча и самоубийство не просто одновременно появляются в тексте, но практически отождествляются друг с другом. Герой использует следующую метафору в своих размышлениях. «Ну и пусть сон, и пусть, но эту жизнь, которую вы так превозносите, я хотела погасить самоубийством». Погасить самоубийством. Погасить, как будто свечу. Она у любого ассоциируется со светом, но в данном отрывке как будто бы подчеркивается одно из ее свойств. Свеча быстро заканчивает свое существование и вместе с ним огонь или жизнь потухает». Достоевский неслучайно добавляет эту деталь в повествование, чтобы показать, что жизнь может закончиться быстро и легко, так же, как свеча. Далее я бы хотела перейти к образам света и тьмы в мультфильме. Следует отметить, что в адаптации световых и образов визуально гораздо больше, чем в рассказе. Они часто несут несколько иной смысл, нежели в произведении Достоевского. Здесь показаны и конкретные и абстрактные образы тьмы и света, поэтому нельзя говорить о такой же интерпретации, как в рассказе. Во-первых, можно обратить внимание на звезду и свечу. Эти образы очень похожи между собой, связаны между собой. На первый взгляд, звезду, которая привлекла внимание героя, хочется сравнить с вифлеемской звездой, символом надежды и новой жизни. Однако в книге и в мультфильме образ звезды сопровождают размышления героя о самоубийстве. То же самое касается свечи. Единственное различие этих двух образов заключается в том, что звезда это именно мысль о самоубийстве, а свеча это переход к действию. Режиссер использует перевернутое значение традиционного образа, будто бы стремясь показать то, что даже привычное добро и свет вызывают у главного героя отвращение. Поэтому, хоть мы не знаем точную причину, почему герой решает совершить самоубийство, мы точнее представляем его эмоциональное состояние и его мотивы становятся более понятны. Позже звезда появляется при переходе героя из одного мира в другой. В мультфильме это показано так, что изначально маленькая звезда постепенно увеличивается, пока наконец не превращается в рай, где оказывается главный герой. То есть, маленький свет постепенно переходит вездесущий. В мультфильме есть эпизод, который можно сопоставить с одним из сынов Раскольникова. Этот фрагмент, в котором главный герой точно так же появляется на берегу моря, при этом предметом, излучающим свет, становится песок. Я приведу цитату из романа «Преступление и наказание» и прохладно так, и чудесно, и чудесно такая голубая вода холодная бежит по разноцветным камням и по такому чистому с золотыми блесками песку. В этом отрывке песок становится началом пути героя в новом утопическом мире. То же самое происходит и в мультфильме. Затем песок становится своеобразным инструментом изменения этого мира. В конце сна он засыпает весь мир, превращая его в огромный свет под шар, который впоследствии становится лампой за окном поезда. Все эти процессы благодаря мультипликационным приемам представлены очень плавно. Это конец сна и прекрасного мира, в котором был герой. Поэтому эпизод производит на зрителя тревожные, даже угасающие впечатления. То есть вот как начинался сон героя, как он заканчивается. То есть весь песок засыпает весь мир. Точно так же переворачиваются с ног на голову и другие световые образы в новом мире. Например, это происходит с солнцем. Солнце как будто бы становится центром рая и является огромным источником света, благодаря которому не появляется ни одного уголка, куда проникала бы тьма. Солнце здесь это начало и конец, причина жизни и то, к чему все возвращаются. Неслучайно к нему возносится старый человек, по-видимому, становляясь его части. В следующем фазе это представление. Вот, то есть вот старый человек, который возносится к этому солнцу и становится его частью. Получается, что солнце до грехопадения в мультфильме это квинтэссенция света, добра и того, что помогает его жителям быть такими, какими видит герой. В эпизоде грехопадения образ солнца резко меняется. Случается затмение, людей охватывает страх. Теперь к солнцу больше некому стремиться и оно исчезает, превращаясь в огонь, который во тьме жжет все вокруг, в том числе людей. Больше всего ему подвержены головы, как будто бы люди теряют проницательность и доброту, которые были у них раньше. Однако мы видим, что все происходит по их воле, ведь они сами прыгают через огненное кольцо, которое раньше было солнцем. Значит, огонь в этом эпизоде можно назвать адским огнем, грехом, в котором люди прыгают, полностью это осознавая и даже радуясь своему положению. Таким образом, цветовые образы в мультифильме различаются не по такому же принципу, как в рассказе. Здесь одни и те же образы играют противоположную роль до и после грехопадения. Если до грехопадения они традиционно олицетворяют надежду, просветление, добро, божественный свет, то после их привычная символика переворачивается. Они становятся грехом, инструментом разрушения, изменения Вселенной и перехода из одного мира в дом. другой. Спасибо. Спасибо большое. Есть ли вопросы? Пожалуйста. Спасибо. Первый вопрос. Почему для меня было очень странно, когда вначале сказали, что человек в рассказе абстрактный? К тому же, сейчас скажу, потому что прежде всего он очень четко пишет этот мрачный вечер, но мне сложно сказать что там не мрачно, и еще есть очень четкое изображение, как он спускается в землю, как он там закрыт в грампулу, да? Или я не поняла ваше мысль? Дело в том, что образы темноты, это, как вы сказали, мрачный вечер, это не какой-то конкретный предмет, а это просто обстановка. А световые образы, это именно какие-то предметы, которые как раз излучают этот свет. Тогда еще один вопрос, потому что, ну, тогда у меня тут вопрос по поводу, то есть может ли быть мрачный объект? Ну, я сказала, что может быть какой-то переулок, допустим, или фигура, или человек, что-то такое. Вот, а этого нет, рассказать. Там именно описательные какие-то характеристики, которые апеллируют к темноте. Нет, это... Ага. Так, у меня сейчас куча мыслей, поэтому, потому что следующий момент, могу? Да, это... Потому что следующий момент, почему вы это все связываете с оптимистическими, оптимистическими... С тыч... Оптимистическим человеком. С человеком. Ну, то есть, последнее, что у меня в голову пришло бы в первую часть, в конце же да, в первую. И когда читаешь прямо первую часть «Насмышного человека», у меня никогда в первую часть не приходила бы и самосочетанием с оптимистическим человеком. Ну, я сказала о том, что образы света в рассказе конкретно, и на них скорее человек обратит внимание, поэтому внимание к свету, это... Ну, есть какой-то в этом оптимизм, не знаю. А автора или... автор. По поводу этого последнего изображения... Угу. У меня просто... На самом деле... Сколько раз я смотрела этот фильм со студентами. Потому что вы сказали про людей, которые грибнули. Да. Привет, да? А для меня скорее это именно... Поскольку потом все... и даже это очень хорошо видно в мультфильме, как люди стараются сам и заново достичь того райского состояния как-то для раньше. Поэтому для меня это очень четкий образ попытки самым заново воспроизвести этот солнце. Сделать свое солнце. Сделать свое солнце. И себя солнцем. Ну, вот есть тут очень хорошо потому что раньше рода с ним они становятся отдельными, горящими. Да. То есть тут что-то другое. То есть это, конечно, связано с твоей формы. Но если бы это именно попытка самой заново я бы действительно тратить это состояние. Ну, это хорошая мысль. Я об этом не думала. И, может быть, это как-то поменяет интерпретацию, если думать в этом причем. Ну, это то, что в рассказе прямо написано. Потому что смешной человек идет и пытается ему объяснить, все не так, что вот зря хотя он совратил я совратила это всем. Но я же прихожу объяснить, что так не надо. А они ему говорят, что нет, мы сами хотели. Потому что если раньше мы были счастливы, то мы этого не осознавали. Это, так сказать, не было нашим концептом, нашего ума, нашей идеей. а вот сейчас мы эту идею постигнем. И даже если мы никогда не достигнем этой идеи в осуществлении, вот главное это жизнь ума. Потому что там еще, это же не писатель притяной, там вот про жизнь ума и сердце там еще много говорится. Мне говорят, что нет, пускай мы будем несчастны, но зато мы будем сознавать. и вот на самом деле это вот очень хороший вопрос для того, чтобы быть счастливым, сливаться с солнцем, становясь светом или высвечивать в огне все очертания своей фигуры. Почему, Катерина, вас спрашивают, может ли быть мрачный объект? Потому что тьма скрадывает границы, объекты исчезают на тьме. Границы могут быть обозначены только светом. Но одновременно очень сильный свет тоже скрадывает границы. То есть совершенно иначе уже, конечно, чем мотивация. Вот поэтому смороченные олегки не проблем. Кстати, извините, еще и так будет. Извините, если вы будете прожать в этих теме, там еще мне кажется интересно смотреть, что режиссер делит с светом в поиске, потому что там, очевидно, девушка всегда или, я сейчас не помню, просто про мировую поезду, не раз, у меня частично поразило, или всегда в пространстве света, или прямо сама слушает это. то есть нам тоже интересно как играется в этом мире возле сна этот вопрос свежий. Спасибо. Я еще хотела сказать, что очень сложно выделить один символ, не используя другие, потому что вы упомянули про песок, а это очень важный символ, который тоже объясняет, что происходит в мультфильме в параллель свету. И, конечно, Петров он совершенно гениален, потому что он очень многое восполняет, там же мало вообще фраз, которые сравнительно, хотя когда потом выяснили, что это гораздо больше, чем мы сначала думали, да, вот, то есть там, в общем, текста немного, но он очень мощно компенсирует образ. И вот с чего он начинается с песка и заканчивается с песком, но начинается с того, что он из песка строит пирамиду. То есть песок складывается в нечто целое, в какие-то фигуры, которые гармоничны, а в конце сыплется вот этот песок, да, потому что все распалось на мельчайшие атомы, потому что каждый каждому стал другим. Вот, собственно, образ песка, вот такого сыплющегося, это образ такого государства, там, где, где человек, человеку лук, вот, но где, ну, как бы, надо спрессоваться и все-таки жить в некотором сообществе, потому что отдельно тоже не очень получается. И вот, собственно, вот этот вот сыпающийся песок, это и есть вот это прежде гармоничное единое человечество, распавшись совсем на единичке, на мельчайшей песчинке. Вот, и он скатывается по этому песку, да, он не, как бы, пытается забраться и не может. Вот, и, как бы, если вы выделите только один символ, вот, не подключив к нему других, ну, Васильевич, когда вы Петрова анализируете, потому что, ну, там у Достоевского будет другое, там будут нарастающие границы, еще очень важные все, и, ну, само понятие того, что такое смешное человек. Ну, да, этим начинается, этим заманчивается, и вообще это определение, да, сквозь все, каким образом свет связан со смехом, и один и тот же это смешной человек в начале и в конце, или совсем разное, вот, это тоже очень важная вещь, и для Света это очень много отдаст, то есть вы так не вырезаете. Хорошо. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Так, заканчиваем это это было прекрасно. Спасибо. Как Ростаню и Лидия самым нужным. Спасибо.